Приветствую вас. Я думаю, Анна, начать нужно с того, что вы не задаёте свой вопрос. Вообще. Вы просто описываете некоторую ситуацию, которая вас, конечно же, не устраивает, что, ну, что вполне понятно и нормально. Вот, да, что вас это не устраивает. Но... Вопросы. Вопросы никакого вы не задаёт, к сожалению. И, собственно, непонятно же, что вы хотите здесь. Ходите ли вы, к примеру, отношения гармонизировать с молодым человеком, с мужчиной своим? Это одно. Ходите ли вы от него уйти, то бишь, расстаться с ним? Это немножко другое. Хотите ли вы разобраться в себе? Поговорите. Как вы позиционируете себя в контексте родителя? Это четвертое. Как вы позиционируете себя как женщину? Это такой момент. Все это очень важно. Но вы как будто бы не формулируете свой вопрос. Вы как будто бы не формулируете свой запрос. А это очень важно. Итак, мы живём вместе три месяца. Вместе вы. Ну, соответственно, здесь сразу хочется вас спросить. Такой момент. Как вы пришли? Как вы пришли к тому, чтобы вместе жить? Ну, вероятно, у вас должно быть что-то общее в таком случае. Если вы готовы быть вместе, жить вместе. Если это общее что-то, то что это? Что общего есть у вас? Дальше. У меня есть ребёнок от первого брака. Пишите вы. Смотрите. Первый брак у вас закончился неудачей. Брак построить не получилось. Значит, были совершены, в том числе и вами, к сожалению, некоторые ошибки, некоторые действия. Которые, собственно говоря, и привели к тому, что ваш брак распас. Соответственно, очень важно посмотреть на то, какие ваши конкретные действия привели к тому, что брак распас. Что брак распас. Конкретные действия. Вполне вероятно, что те же самые модели поведения и те же самые паттерны поведенческие ведут сейчас к тому, что и эти. Отношения, в которых вы находите, могут развалиться. Дальше. Мой мужчина говорит, что любит моего ребёнка как родного. Ну, честно говоря, здесь, я понимаю, вы сочтёте это за некое такое придирание к словам, может быть. Но несколько смущает здесь мой, вот именно мой, мой ребёнок. Ой, мой мужчина. Мой мужчина. Мой мужчина. В некоторой степени это смущает. Потому что это больше про принадлежность какую-то. Дальше. Мой мужчина. Мой мужчина говорит, что любит моего ребёнка как родного, но в итоге для этого ничего не делает. Для чего именно не делает? Я говорю про обычное внимание. Ну, как бы, отношения с ребёнком могут складываться по-разному. И любовь, она не приходит вот так вот, а приходит постепенно. И я не знаю, сколько вы знакомы, но иногда не так просто полюбить ни родного ребёнка. Даже если мужчина вам это говорит, ну, всё равно он, понимать как бы на веру его слова, не лучшее решение, не лучшая позиция. Дальше. В наших отношениях тоже не всё гладко. Даже я бы сказал, что они идут к концу. Ну, смотрите, здесь я бы вам порекомендовал бы обратить внимание на приоритет. То есть, для вас в приоритете отношения или человек всё-таки. Не надоели необоснованные обвинения. Ревность. Ну, обвинение ревность это, в общем-то, проявление собственничества по отношению к вам. И у этого, у собственничества есть, скорее всего, свои причины. Ну, мужчина, например, мужчина, почему-то, почему-то, думает, что может относиться к вам. Как к своей собственности. Хотя это, на самом деле, не так, но он так думает. И важно вам со своей стороны, со своей позиции посмотреть. Посмотреть. А что вы сделали для того, чтобы человек так думал? Ну, право. Я вас сейчас не обвиняю, вы не понравитесь. Не в том. Просто вот это такая парадигма. Вот. Дальше. Значит, человек хочет себя в основном подчиняться, прикалывает мне, что и как делать. Опять же, ну, откуда он... У него такое отношение. Ну, как он пришел? Он считает, что проблемы выйдут от мобильного телефона моего, хотя проблемы только в наших отношениях. Ну, опять же, здесь важен контекст. Если мобильный телефон, то конкретно, какой у него, у мобильного телефона эмоциональный окрас. Дальше. Он ищет повод в моем телефоне к чему придраться. Ревность совсем не обоснована. Ну, ревность довольно редко бывает обоснована. Надо сказать. Именно вот. В жизни. Я не умею взять телефон даже в руке и посмотреть фильм. Если я вижу нас в сайтах, такие как Инстаграм, Фейсбук, я должен это делать при нем. Чтобы он был спокойен. И я не вижу никаких переписок с противоположным полом. Мне тоже надоело. Я не знаю, как быть. И стал доказывать, что это не так. Ну... Вот вы говорите, что... Устали. Доказывать, что это не так. Да. Надоело, но при этом все равно все таком остается. И не знаете, как быть. То есть... Эм... Ну... Ну... Не уверены. Не уверены. Не уверены. Вы не уверены. Не уверены. Не уверены. В том, как вот. Себя вести. Себя вести. То есть... Эм... Нет... Какой-то... Четкой позиции у вас. По данному вопросу. С этим нужно разбираться. Дальше. Постоянно пугает меня, что заберёт этот телефон, тебя вообще не ко мне общалась, в то же время сидит в своём телефоне, делает там что хочет. Ну, че, если у вас вот взаимные обиды присутствуют, вот. Опять же такое ощущение, что между вами общего достаточно мало. Ну, именно общего от того, что вот могло бы вас объединять. Поэтому определитесь, пожалуйста, с запросом, да, чего вы хотите. И соответственно, будем в этом направлении двигаться тогда. На этом всё, надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго.